Всем привет, мои хорошие! Решила я для вас снять вот это видео, где я хочу ответить на некоторые ваши вопросы и также некоторые комментарии. В общем, накопилось уже много всяких вопросов, вы задаете или что-то просто спрашиваете в комментариях. И хотелось бы дать развернутый ответ, но писать вот такую вот кучу текста мне не хочется. Поэтому я решила снять отдельное видео, где просто вот с вами поболтать, порассуждать и поотвечать на ваши вопросы. Ну и давайте начнем уже с самого начала. Первый вопрос. Снимите видео про ваши мечты. Проходили ли вы тренинги для личности психологические? Ну, про мечты вы уже знаете все. Большая радость. Вот недавно снимала я квартиру, приобрел мой сын. Дочка она уже приобрела раньше немного. И вот была такая у меня мечта, да. Потому что когда мы жили здесь, когда я сюда поселилась, дети маленькие, места было мало. Я тогда еще мечтала о квартире. Мне хотелось, чтобы гостей было куда-то пригласить. Ну, я была молода, чтобы детям было где играть. В общем, чтобы у детей вообще отдельная комната была. Хотелось бы. Ну, тогда так получилось, перестройка началась. Я стояла на очереди на квартире. Квартиру я не получила, не успела. В общем, детей вырастила вот в этой одной комнате. Да, было тесно. Но, тем не менее, вырастила. И осталась я сейчас здесь одна. Мне здесь уже довольно комфортно здесь живется. Но была такая мечта, чтобы у моих детей хотя бы случилось то, чего не случилось в моей жизни, чтобы они приобрели квартиру. Не тогда, когда они уже состарятся, а когда они детей растят. Чтобы у детей была комната отдельная. И вот у дочки появилась квартира, у сына появилась квартира. Моя мечта сбылась. Больше пока у меня никаких таких вот глобальной мечты какой-то такой нету. Я хочу вот остаться здесь жить одна, чтобы меня никто не трогал. Я люблю тишину, уединение. Этой площади мне достаточно. Детей растить мне тут не нужно. Гостей я не приглашаю. Тут столы не накрываю. В общем, если кто-то из детей придет со своей семьей, мне есть куда усадить. Я уголок поставила. В общем, у меня все прекрасно в этом плане. Ну и вторая часть вопроса. Проходили ли вы тренинги для личности психологические? Я вам хочу сказать. Да, я когда поехала в Москву, у меня возраст был тогда 44 года. По-моему, такой возраст был еще. Ну, я была еще в поиске. Довольно молода была еще в поиске, как бы, хотя уже вот к тому возрасту я уже поняла, что мне, наверное, искать уже никого не нужно. Но мне хотелось разобраться в самой себе, что со мной не так, почему в личной жизни у меня что-то не клеится, почему я хожу по одному и тому же кругу и наступаю на одни и те же грабли. Мне хотелось вот это вот понять. Я пошла на тренинг по стервологии. Ну, да, кое-что раскрыли мне глаза на некоторые моменты, на мои ошибки, которые я совершала. Ну, такая, знаете, как такая вот у меня натура, да. Кстати, вот овна я поставила вот тут. Овин – это, знаете, вот это вот уже человек упертый, человек уже со сложившимся характером. И, ну, настолько глобально себя поменять я уже не могу в этом возрасте. Я поняла свои ошибки, я поняла. И я поняла еще, что мне все-таки одно и хорошо оказывается, да. Мне не нужен никто для того, чтобы быть счастливой. Я сама себя могу сделать счастливой. Очень много я читала книг. Какие книги, я уже снимала видео, можете найти это видео. Мои книги там, где я вам показывала, какие книги читала. Но больше всего мне запомнился Норбеков. Конечно, это вот для личностного роста. Очень хорошие книги он такие вот написал. Очень полезные, советую почитать. И еще я так как работала в бытовой технике, там разные тренинги проходили мы не только по технике, но и техника продаж. Был такой тренинг. Ну, там, да, психология затрагивается. Как общаться с покупателями. Нужно терпеливо выслушать, согласиться, потом сказать свои аргументы. Ну, в основном там я научилась терпению. Терпение человека можно выслушать. Сразу возражать не нужно. Можно согласиться, сказать да, но. И вот рассказать свои аргументы. Ну, в общем, я думаю, что я ответила на этот вопрос. Еще одна подписчица написала мне фильм «Чикатило». Вот она посмотрела и спрашивает, как обстояли дела на самом деле в то время. Ну, я вам хочу сказать, вы мне там советовали кто-то про этот фильм посмотреть. Мне пока что еще этот фильм не удалось посмотреть. Я начинала его смотреть. По-моему, первую серию только посмотрела. Вот в бесплатных было. Но пока что у меня не доходит как бы до этого руки, так сказать, да, чтобы зайти посмотреть. Мне просто любопытно этот фильм посмотреть. Ну, я, знаете, скажу вам так. В советские времена, это же были советские времена, да, еще во время Брежнева. Я помню, работала в аэропорту. И мне было 19 лет. У нас было собрание, я помню, как-то. И пришел туда милиционер. Ну, и он нам сказал, что вот роща напротив аэропорта. Там нашли девушку, истерзанную. И с нами провели беседу. Он сказал, что не ходите там по одному, не доверяйте незнакомым людям. Ну, в общем, провел такую беседу, как бы профилактическую. Это, видимо, они ходили вот по предприятиям и вот проводили беседу. Вот это тогда я только узнала о нем. Известности такой не было, потому что в советские времена в новостях не освещали подобные вещи. По телевизору вообще ничего об этом не говорили. Это уже вот когда стали освещать, уже в наше время, сейчас по телевизору, что только они показывают, все что угодно можно посмотреть. Я даже не думала, что снимут фильм на эту тему, конечно. Знаете, с одной стороны, я против того, чтобы подобные фильмы снимали, ну, как бы отрицательный, даже не герой, можно сказать, ужасный человек, да. А с другой стороны, может это кому-то быть предупреждением, что не нужно действительно доверять каким-то незнакомцам, куда-то с ними идти, в общем, потому что такие вот бывают вещи происходят. Ну, я думаю, на этот вопрос я уже вам ответила достаточно. Поехали к следующему вопросу. Какими масками вы пользовались в молодости? Девочки, я вам хочу сказать, я вспоминала про маски, я не помню. В молодости, мне кажется, моя кожа лица не нуждалась в масках. Маски, вообще тогда крема, я помню, пользовалась, вот крем-вечер такой в тюбике был, мне нравился он такой прям питательный, не сушил кожу, прям на ночь его мазать. В тюбике простой, дешевый крем. Потом у меня были веснушки, и крем Ахрамин был такой, осветляющий вот этим кремом, тоже я почему-то вспомнила это название, пользовалась. И покупала я у косметолога крем, также обеливающий, дневной. Они там сами что-то как-то намешивали, и вот он тоже как бы осветлял немножечко эти веснушки. Они у меня особенно становились явно видны, вот весной, летом, когда солнышко, и мне не нравилось, мне хотелось гладкую белую кожу иметь. Ну, следующий вопрос. Не хотите ли вы приобрести дачу или сад, участок, возможно, совместно с детьми, скучно летом в квартире дома сидеть? Ну, я думаю, что это у кого как вообще-то, ну, приобрести сразу скажу, мы не хотим, потому что вот у детей сейчас есть за что платить, да, у меня как бы пенсия тоже платить не за что. С другой стороны, дача или садовый участок, конечно, требует все время там какой-то работы, даже просто частный дом. Я вам хочу сказать, пока я была молодая, я мечтала иметь частный дом в городе, не в деревне, но чтобы был вот свой дворик, там какая-то беседочка, чтобы можно было пригласить туда друзей, посидеть там на воздухе, шашлычок поделать, вот такое вот мне хотелось, потому что как-то мы с мужем ходили в гости к нашим друзьям, и мы там просидели у них, вот выходной день, с ночевкой даже остались, ну, классно, когда утром выходишь во двор, летом весь день можно провести на воздухе во дворе, это просто вот, ну, была тогда моя мечта, но тогда нам это было не по карману приобрести, поэтому мечту это так и осталось, но и тогда я не понимала, насколько это все хлопотное занятие, а сейчас уже, конечно, в зрелом возрасте я понимаю, что участок это нужно копаться, я вам хочу сказать, если бы у меня был частный дом, у меня, наверное, не было бы времени либо заниматься участком, либо снимать видео, нужно было бы тогда выбирать, либо видео снимать, либо копошиться во дворе, потому что, ну, копошиться во дворе, в земле копошиться, это нужно время на это все время тратить, на видео тоже, с видео снять, смонтировать, это тоже очень большой труд, очень много времени забирает, поэтому совместить это было бы невозможно, вот, поэтому на этот вопрос я хочу сказать нет, ну, вообще по молодости мы, конечно, из дома, вот я дома не любила по молодости сидеть, еще дети маленькие были, когда еще и не было детей, И я домой приходила переночевать, там что-то покушать, искупаться, привести себя в порядок. И все, я опять куда-то летела. Мы встречались с друзьями, мы где-то гуляли. Могли в рощу пойти, могли на дон пойти. И там вот летнее время это вообще проводили все время, где-то на воздухе с детьми тоже. Мы встречались все с детьми и в общем дома не любили сидеть. Так что для того, чтобы быть на воздухе, где-то на свежем, не обязательно иметь дачу. Можно просто вот дома не сидеть. Но сейчас я домашний человек. Сейчас вот в жару меня не выгонишь на улицу совсем. Вот дома сплит. Если бы я сейчас жила в частном доме, то естественно я бы, наверное, во двор выходила бы тогда. Либо до рассвета, вот на рассвете, либо после заката уже солнце. Днем бы я там не находилась. Домой под сплит, где свежо, свежий воздух. Вот, так что вот этот вопрос, да, писали в комментариях и не один человек. Поэтому я вот так вот ответила на этот вопрос. Никто из нас как бы не хочет. Тем более, кстати, я еще хочу сказать, что у моей невестки родители живут в деревне. Они живут в станице за пределами нашего города. Ну полтора часа на машине ехать. В общем-то и не так-то и долго ехать, если машина есть. Есть выходные, мой сын с невесткой, с внучкой, они часто по выходным, там на какие-то праздники, они все время едут туда в деревню. Можно сказать, у них есть дача. Едут к теще. Меня туда часто зовут, но я просто как представлю, что немножко я не люблю, знаете, вот в чужом доме находиться, там с ночевкой. Мне некомфортно, я хочу у себя дома находить. Поэтому меня приглашают. Ну, я лучше дома побуду у себя. Следующий вопрос. Почему я снимаю Дэнни в трусиках? Почему не сделать уборку перед съемками? Вот хочу я вам сказать. Иногда, да, бывает, что где-то у меня там постель не застелена, где-то какие-то вещи. У дочки там что-то тоже постоянно ребенок разбрасывают. Вот только уберешь, тот же ребенок пошел, игрушки накидал, уже какие-то вещи накидал. То кошка там что-то таскает, носки, то еще что-то. Ну, в общем, невозможно все время, знаете, поддерживать порядок. Если не снимать, то можно, но тем не менее, все равно где-то что-то кто-то разбрасывает. Целый день ходить за всеми, подбирать. Ну, в общем, как говорится, когда снимаешь влог, то где-то может что-то валяться. Ничего страшного. Почему Дэнни в трусиках у меня снимают в кадре, допустим, появляются? Ну, я снимаю с такой целью, что, допустим, ребенок что-то там играет, что-то интересное делает. Мне хочется запечатлеть. Я немножечко сниму этот кусочек. Но то, что ребенок в трусиках, я не вижу в этом ничего ужасного. Потому что, ну, как я помню в детстве в трусиках, мы по дому в жару ходили, естественно. На пляже я вообще-то, у меня даже вот сейчас вам покажу фотографии. Вот, кстати говоря, вот одна фотография. Мне здесь лет восемь. Видите, я в трусиках-плавочках. И девочка со мной рядом стоит, подружка моя, то же самое. Еще одна фотография, вот групповая она вообще. Я в тех же самых плавочках, 74-й год. 74-й год, мне 10 лет. Я в тех же плавочках и в трусиках. И не я одна. Большинство девочек, вот у нас стоят в группе, это пионерский лагерь на Черном море. Большинство девочек в группе, у нас, в нашем отряде, вот стоят в трусиках, в плавочках. Ничего такого зазорного не было. Я не пойму, почему мальчик 4-х летний по дому ходит в трусиках, в жару. Ему жарко, у них действительно очень жарко. Дочка теплолюбивая, и зимой она топит, и летом жара. Ну, жарко ребенку, он ходит в трусиках. Какая разница, он в трусиках и в маечке, или он без маечки. Что такого в торсе мальчика такого есть, что было бы стыдно снимать? Я этого не понимаю. Просто я считаю так, что современные родители сейчас, конечно, стараются детей там своих наряжать, там какие-то там костюмчики, там то да то. Но я понимаю, это на выход, ну а дома зачем ребенку ходить париться? Если ему жарко, тем более ребенок энергичный, он бегает, прыгает, кувыркается, он потеет, он мокрый. Поэтому, естественно, не нужна даже майка, потому что даже в майке ему жарко. Я считаю, постыдного ничего в этом нет. Одна подписчица мне написала в комментариях, что, ну как аргумент, что может кто-то увидеть, какой-то маньяк, потом преследовать. Я вообще не считаю это за аргумент. Меня этот аргумент никак не убеждает. Какой маньяк? Вообще детей не надо в наше время. Маньяков поразвелось очень много. В психушке сейчас, раньше чуть что в психушку отправляли. Сейчас в психушке свободные, психи на свободе ходят. Нужно ребенка просто не оставлять одного без внимания. Нужно ребенка здесь сопровождать и на прогулке тоже. Ну, по крайней мере, пока он не достигнет уже какого-то возраста и понимания, где он сам уже может понимать, что да, не нужно доверять посторонним людям и никуда с ними ходить. И верить их россказням не нужно тоже. Вот. Поэтому я считаю, меня это не убедило. Ну, напишите, девочки, в комментариях вот под этим видео, кто считает, что это нормально, что ребенок в трусиках по дому бегает, мальчик четырех лет. А кто считает, что это ненормально и аргументируете, почему это ненормально, вот убедите меня. Может быть, я чего-то недопонимаю, я от жизни отстаю. Жизнь поменялась, я понимаю, но я не могу понять, почему. Если что-то делать, то надо знать, почему. Если вы меня убедите, значит, тогда все. Буду одевать майку, когда я его снимаю, и будет он целый день ходить в майке, потому что я снимаю его в течение, допустим, какого-то времени. Не то, что я сижу и снимаю. Я увидела, он что-то делает. Пока он не видит меня, я раз, сняла. Что-то там интересное делает, пока он меня не видит, я сняла. Значит, ему нужно будет тогда ходить целый день в этой майке. Также мне писали очень много в комментариях, и вот Мила сидит на подоконнике, у вас окно открыто, сетка, а Милка выпрыгнет туда или что. Девочки, я вот нахожусь в одной комнате в помещении с кошкой, да. Кошка прыгнула на подоконник, на окошко, и сидит, она смотрит. Если бы я хоть раз увидела, чтобы она хоть раз лапой дотронулась до сетки, я бы уже тогда предприняла бы меры и как-то там это дело все прикрыла. Я не видела ни разу, чтобы она там прыгала на сетку, чтобы как-то там она ее пыталась там за птичкой прыгнуть или еще что-то. Тем более я там сняла вам в одном видео. Она спокойно лежит на подоконнике, за окном сидит спокойно голубь, тоже спит мило там. Они друг на друга поглядывают, им абсолютно безразлично друг на друга. Вот мне эта картина вообще понравилась. Так что никуда она там ни за кем не прыгает, ей это не нужно. Также еще раз встречается вопросик такой, почему продала машину, а сама езжу на транспорте. Девочки, ну я вам скажу так, машиной последнее время, когда я пользовалась, я пользовалась очень редко. Я уже, мне кажется, отвечала на этот вопрос. То есть я выезжала к дочке буквально там раз в неделю, и то даже не каждую неделю. Вот проехать два километра даю дома, да. И получается, что мне неделю машина стоит, мне никуда не надо, я на ней не езжу. Она мне была нужна, актуальна, когда я ездила на работу, еще куда-то ездила. Ну а потом я перестала куда-то ездить, мне никуда не надо, я домашний человек. У меня возле дома полно магазинов, там все, что угодно, можно купить, прям все, что угодно. Редко-редко, когда я могу там выехать, там раз в полгода, может быть, в эту Мегу, там куда-то или еще. И вот машина моя отстаивалась, простаивала, так сказать. Мне было жалко, что она стоит у меня, пылится. Машина должна работать. Вот я к дочке выехала, машину завела, прогрела, выехала, в дороге я пять минут. Потом, значит, побыла я у нее, обратно в дороге опять я пять минут, и опять неделю машина стоит. Ну, дочке понадобились деньги для того, чтобы уже кухню свою сделать. И мы с ней поговорили и договорились, что она машину свою продает, на моей будет ездить. Вот она ездила на моей машине где-то с полгода. Я поняла, что прекрасно обхожусь я, в общем-то, без машины. Тем более, когда человек редко ездит за рулем, у меня не такой уж огромный стаж там был, да, ну, семь лет всего. Я от машины уже отвыкла. Я уже поняла, что на самом деле машина мне особо-то и не нужна. Тем более, когда я ее покупала, у меня был хороший заработок, мне нужно было деньги куда-то вложить, для того, чтобы их потом, когда мне понадобятся деньги, обратно их, как бы, забрать. Сын у меня как раз выучился на права, машины в семье не было. Дочка тогда в Москве жила. И я решила тоже выучиться на права, хотя о машине совершенно не мечтала, как бы у меня не было такого. Ну, куплю я машину, я просто так подумала, что чем деньги у меня просто так профукаю улетят куда-то, я просто возьму и куплю машину. Я купила машину, и мы с ней, с сыном, в общем-то, ездили по очереди вдвоем. Но я знала, что у меня уже пенсия не за горами, я знала, что когда я пойду на пенсию, я знала, что у меня будет пенсия минимальная. И я знала, что потом, когда уже я посчитаю, что мне машина уже не очень-то нужна, то я тогда машину эту продам и деньги свои себе верну. Верну себе свою зарплату, которую я зарабатывала очень трудным, тяжелым путем, своими силами. В общем, как бы это вложены силы и здоровья было. Поэтому, в общем, так и решили с дочкой мы, что машину она у меня просто сейчас купит, будет на ней все время ездить. И потом, когда она подсобирает еще немножко денег, она эту машину продаст, денег добавит и купит себе другую машину, такую, какую она хочет. В общем, вот так вот мы и решили. Так что никто у меня ничего не отжал. Почему я езжу на транспорте? Потому что на транспорте мне нормально. На транспорте я долго не еду. Если мне нужно проехать там 2-3-4 остановки, почему бы не проехать на транспорте, который ходит один за одним. У меня пенсионный проездной 11 рублей 50 копеек. Я туда закину 500 рублей и катаюсь. Приложила карточку удобно. Мне устраивает все. Следующий вопрос. Вы говорили, что когда сынок приобретет квартиру, вы тоже подумайте о расширении или приобретении квартиры. Подумайте. Ключевое слово. Да, я говорила, что я подумать тогда позволю себе об этом. Но я уже как бы и знала, что, девочки, ну не хочу я никакого себе ни расширения, ни приобретения другой квартиры. Во-первых, я здесь живу с молодой. Я вообще вот здесь, в этом доме, живу с 20 лет. Здесь прошла вся моя молодость. Здесь мои знакомые люди, очень много знакомых людей, которые со мной вместе вот прошли жизненный путь. И мне здесь есть с кем пообщаться. Вот этой площади, вот эти удобства меня устраивают вполне. Мне этого достаточно. Мои вещи здесь помещаются. Зачем мне нужно что-то другое? Мне вид из окна нравится, кстати говоря, вот туда. Пейзажи, доны, все дела. Зачем мне нужно менять жилье? И, кстати говоря, вы знаете, я не ценила свое жилье до поры до времени. Потом, когда я поехала в Москву к дочке, прожила там два с половиной года, и вернулась я в Ростов, потому что у меня начиналась жуткая ностальгия по дому. Я тогда поняла, что такое жить на чужбине, когда тебя окружают чужие люди. Люди как-то на контакт особо сильно не идут, ну я имею в виду в возрасте. Молодым проще там знакомиться, общаться и все дела. Все мое общение с людьми происходило только на работе, с сотрудниками, там с покупателями и все. Что касается дома, я приходила домой, и мне не с кем было пообщаться. Вот выйти во двор, мне там не с кем пообщаться. Я никого не знаю, меня никто не знает, и, в общем, как-то вот контакта никакого нет. И поэтому я тогда поняла, что значит для меня мое жилье, где меня окружают мои знакомые люди, где я могу кому-то там за солью обратиться, кому-то там, не знаю, луковицу спросить. И, кстати говоря, у нас так принято, вот мы, кто здесь живем давно, много лет, не хотят брать обратно, вот. Ну, могут взять, могут не взять, луковицу пополосишь, пойдешь относить, да ты что, не надо, не надо возвращать. Вот. Мы друг друга угощаем, кто-то приготовил что-то вкусненькое, вот с соседями, сейчас у меня соседка одна уже осталась, самая такая из наших старейшин, да. Мы постоянно друг друга чем-то угощаем, но это ж приятно, есть с кем чаек попить. Так что я не хочу другого жилья, абсолютно не хочу другого жилья. Так что я хочу здесь остаться, и дочка мне еще раз спрашивала по этому поводу вопросу, я сказала, не хочу никуда, никуда, хочу здесь остаться. Следующий вопрос. Любимое блюдо из детства? Девочки, ну вы знаете, я подумала над этим вопросом, и хочу сказать, наверное, вот те любимые блюда, которые мне нравились в детстве, наверное, я, скорее всего, их сейчас вот в большей части готовлю. Я люблю с детского сада еще гречку с молоком, при том не сладкую гречку, потому что я потом уже пробовала где-то там детсадовскую гречку, ее подслащивают, а нам тогда просто гречку варили, подсаливали, как обычно, так же ее можно есть и с мясом, там с чем угодно, но мне вот эту гречечку, такую молочком залить, вот это мне нравится. Люблю запеканку, которую я готовлю, как раз вкус детского сада мне нравится. В детстве мне нравилось, как борщ варила моя бабушка, прям такой пахучий все, я у нее долго-долго училась, но вот сейчас тоже вот такой борщик варю. Котлеты. Я люблю котлеты, и особенно, вы знаете, люблю котлеты, в детстве, помню, любила таскать котлеты с холодильника, когда они холодные, и с хлебушком их точить, пока мама не видит, потому что она говорила, котлеты нужно есть с гарниром. А мне нравилось прям котлетку с хлебушком потянуть, и вот это мне нравилось. Ну, в общем, вот какие-то такие вот блюда мне нравились в детстве, да. И сейчас я их тоже готовлю. Еще такой вопрос. Какая разница в возрасте у вас с сестрой, как выладили в детстве, как решали споры, ругались ли из-за игрушек, или из-за мальчиков? Ну, в возрасте, разница три с половиной года, я старшая сестра. Ладили ли в детстве? Ну, в детстве мы ладили, мы любили с ней играть, и у нас такие были, знаете, игры дома мы любили. У нас был большой круглый стол, и мы сверху покрывалами завешивали, и там у нас под столом был такой, как домик, как шалашик, и мы там с ней, ну, как-то играли во что-то вот такое. Да, ладили мы нормально, потому что, ну, нам родители не разрешали ругаться, потому что всегда доставалось мне, как старшей. Чуть что не так, старшая виновата. Всё, не досмотрела, не усмотрела, виновата, и всё, и получи. Вот. Ну, из-за мальчиков, какие мальчики, у нас разный возраст, разная, как говорится, возрастная категория мальчиков тоже. Не было никогда на эту тему у нас с ней никакие... Ну, когда маленькие были, ну, иногда могли там, не то чтобы подраться, потому что весовая категория разная. Во-первых, я занималась спортом, я была старше, я больше и сильнее. Поэтому, естественно, я не могла ей дать подзатыльник, хотя хотелось бы иногда. Ну, иногда маленькие какие-то стычки были, но, честно говоря, нам просто это было запрещено, поэтому я даже не могу вспомнить ничего такого серьёзного, чтобы у нас было, чтобы мы ругались с сестрой, чтобы я могла об этом вспомнить. Единственное, что я хочу сказать, что когда мы уже подросли, и было мне лет уже 15, вот после 15 я уже пошла в училище учиться, наша мама не разрешала младшей сестре дружить со старшей. Она не разрешала нам гулять вместе. Она говорила, что я плохая девочка, и взрослая, и уже там мальчики, и все дела. В общем, сестре она не разрешала со мной гулять вообще, чтобы мы близко вдруг возле друга не гуляли. Ни в какой в одной компании, нигде ничего. Она не разрешала ей со мной дружить, и со мной гулять. Хотя мы в тот момент с сестрой жили в одной комнате. И я вот просто до сих пор почему-то помню один такой момент. Мы встретились как-то с сестрой случайно на Сельмаше возле кинотеатра Юбилейный. Да, мне тогда было лет 15, но ей соответственно, значит, на 3,5 года младше меня она была. И вот мы с ней встретились возле кинотеатра, и я ей говорю, пойдём в кино сходим. Она говорит, нет, я не могу с тобой в кино пойти, потому что если кто-то из соседей увидит, маме передадут, она меня очень сильно будет ругать. Ну, я пожала плечами, говорю, ну, как хочешь. И всё, я ушла в освоясь, а она ушла в освоясь. То есть мы уже были достаточно большенькие, чтобы гулять даже не в своём районе, на Чкаловском жили, даже на Сельмаше. Но и тем не менее, видите, какой маньяк может заманить ребёнка, если ребёнок предупреждён вот с кем-то не гулять, не дружить, не общаться никуда. Что со мной даже сестра в кино не пошла. Вот какой маньяк может такого ребёнка куда-то заманить? Это значит, нужно детям объяснять. Вот. Так что вот этот вот моментик я запомнила, да. Ну, и потом всё. У меня не было никакого желания, в общем-то, сестру куда-то тянуть, куда-то звать. Она гуляла сама по себе, я сама по себе. В общем, у нас были разные компании. Вот. И ещё есть, девочки, некоторые вопросы по поводу бытовой техники, хочу вам сказать. Вот уже не раз был спор сплит-система или кондиционер. Как правильно? Я, когда снимаю видео, вот я говорю, я сплит включила там. И постоянно, каждый раз, кто-то в комментариях пишет, почему вы называете сплит, если это кондиционер. Девочки, я не знаю, где это у вас там кондиционер. Ну, во-первых, я работала в бытовой технике. В магазине, у кого у продавца, вы спросите, вам скажут, у нас кондиционеров нет, у нас есть сплит-система, к примеру, да. Потому что кондиционеры, в общем-то, в нашей стране ушли в прошлое. Хотя какие-то остались, может быть, промышленные, мобильные кондиционеры есть, которые, знаете, в комнате ставишь, а там емкость для воды, и он охлаждает воздух, и водичка туда стекает. Но это уже другая категория техники вообще идет. То, что у меня вот находится, у меня один блок висит в комнате, который охлаждает, и внешний, на улице висит другой блок, где стекает водичка, капает. Это называется сплит-система. Система из двух блоков состоящая. То, что раньше вырезалось в окно, находилась, вот водичка там где-то капала, и вот охлаждение происходило сюда. Это было у нас там в нашей стране в 90-е годы. Хотя я смотрю, у Алекса Брежнева он показывает, что там в Америке везде сплиты, не сплиты, а кондиционеры висят. Вот это в окнах торчат вот эти штуки. Вот я вам и хочу сказать, что сплит-система это одно, кондиционер это другое. Поэтому если я говорю про свой сплит, я говорю про свой сплит. Если у вас где-то там в вашем регионе на сплит-систему говорят кондиционер, я не знаю, я считаю это неправильно. Тем более, я же говорю, приходите в магазин и скажите, вот на это вот скажите, мне нужен кондиционер. Они вам скажут, кондиционеров нет. У нас только сплит-система продажи есть. Вот и все. Так, ну и следующий вопрос. Вопрос последний я хочу вам сказать. Какой лучше холодильник? Ноуфрост или капельный? Я вот недавно размораживала холодильник у дочки в своем видео. И хочу вам сказать, плюсы и минусы есть и в той системе, и в другой системе. Выбирать, подбирать под себя нужно индивидуально. Поэтому, конечно, продавцы задают вопросы, где стоять будете, кто пользуется, сколько человек и так далее, прочее. Задают вопросы для того, чтобы определить, что лучше вам предложить. Но я вам хочу сказать вот так коротко. Капельная система требует иногда разморозки. Там раз в год, вообще рекомендуется раз в полгода, продавцы говорят, но раз в год можно его размораживать. Я обычно свой холодильник размораживаю раз в год, обычно так вот, в летний период, там по-быстренькому. Капельная система, там просто очень мало наледей появляется вот в морозильном отделении. Если это наледь не мешает ящикам выдвигаться, у меня тем более в моем холодильнике даже нет ящика, у меня там просто полочка, можно еще дольше его. Ну, я в принципе думаю, что раз в год помыть холодильник, разморозить, ничего страшного нет. В холодильнике капельной системы еще больше процент влажности находится в холодильном отделении, поэтому там свежими хранятся продукты дольше. Вот ягоды, там фрукты, овощи не заветриваются, там нет вот этого вентилятора. Потребление электроэнергии там меньше, внутренний объем там больше. Ну, вот такие вот плюсы есть в капельной системе. Но если у вас холодильник очень часто открывается, вот ребенок, например, часто открывает, бывает, дверь, или семья большая, часто, допустим, открывается холодильник, то вам тогда, наверное, может быть лучше приобрести ноу-фрост. Ну, во-первых, у вас там продукты залеживаться не будут, да, они будут там быстро меняться, потому что ноу-фрост, система, там быстро восстановление температуры происходит в холодильном отделении, потому что там воздух нагнетается вентилятором, поэтому вы открыли и закрыли, и потом там быстро происходит охлаждение, восстановление той температуры, которая должна быть в холодильном отделении. А в капельной там чуть это подольше происходит. Если в капельной вы будете часто открывать туда дверь, у вас будет много воды стекать в холодильное отделение, будет быстро размораживаться стенки, ну, температура, может быть, даже продукты будут быстрее портиться, потому что температура не будет успевать сильно восстанавливаться в холодильном отделении. Ну, в общем-то, ну, и соответственно, что ноу-фрост, это значит, что больше потребление электроэнергии, потому что там еще вентилятор работает, но там не будет наледи, там не нужно его размораживать, но мыть по-любому его нужно. Поэтому, знаете, вот его можно не размораживать, вот так я скажу, но с другой стороны, а как же его помыть, если не размораживать? Если вы его не будете вообще размораживаться, он будет все равно заваниваться, он со временем будет заваниваться. Я была как-то в квартире у одних знакомых людей, они открыли морозилку, ноу-фрост, оттуда такая вонь пошла, просто нереально, там просто, вот действительно нужно было бы уже его разморозить и перебрать уже продукты, потому что запах-то пошел все равно, и куда от него деться, от этого запаха. Поэтому мыть надо, но для этого все равно ноу-фрост придется отключать, чтобы его помыть, морозильное отделение, холодильное отделение, ящички там, продукты в морозилке перебрать. Поэтому это как бы такой, знаете, миф, можно не размораживать, поэтому некоторые не размораживают, и это плохо. Поэтому, когда мне задают вопрос в комментариях, допустим, какой выбрать холодильник, ноу-фрост, или капельную систему, девочки, я не могу однозначно вам дать ответ, потому что, ну, как положено мне, как профессионалу, я должна задать вам несколько вопросов, на которые вы мне должны ответить, как часто вы будете дверь открывать, ну, большая ли семья, там, допустим, и так далее. Поэтому, тут уже индивидуально выбирает каждый свою, кому что нравится. Ну, я, например, меня устраивает вполне капельная система. Дочки, так как холодильник открывается часто, открывает в основном Дэнни, вот, ей, скорее всего, может быть, нужно было бы приобрести ноу-фрост, капельная система, все-таки, чаще там стекают, вот эти вот капельки вниз. Но, мы ей купили холодильник 180 сантиметров, и теперь, значит, если ноу-фрост ей брать, то нужно будет тогда уже ставить холодильник такой высоты, потому что сверху полки. А такой высоты, если брать, допустим, ну, так же буш, то там холодильное отделение будет меньше, а морозильное будет такое же, по объему, по внутренней площади. Поэтому, я смотрю, что у нее и так небольшой, ну, как сказать, небольшой объем холодильного отделения для тех продуктов, которые она там хранит. я храню меньше там продуктов, чем она, у меня вполне этого хватает. Ну, у нее там стоят баночки, там, с вареньем, там, еще какие-то, ну, много она вся, вся как вкусняшечки покупает. Вот, поэтому, вот, сейчас на данный момент, я бы дочке порекомендовала бы тогда взять двухметровый ноу-фрост, потому что у нее дверцы очень часто открываются, холодильного отделения. А у меня, вот, как сейчас есть капельная система, так капельную систему бы, я бы себе и порекомендовала, как и есть. Все. Ну, и напоследок, еще один вопрос, вот буквально сегодня прочитала, какая у вас там мясорубка, потому что я мясорубкой молола мясо там у дочки. Мясорубка Зелмер, девочки, эту мясорубку, сначала такую мясорубку мне порекомендовала моя менеджер, в моем магазине я в МВидео работала. Я спросила, какую лучше взять, бюджетную, недорогую, и в то же время хорошего качества. И как раз тогда по акции была еще, она мне посоветовала Зелмер взять. Я очень довольна, и уже много лет прошло с тех пор, и я до сих пор вот этой мясорубкой пользуюсь. И потом была тоже хорошая акция, и я такую же мясорубку, и сыну, и дочке тоже порекомендовала, и взяла. В общем, у сына, у дочки тоже Зелмер. Единственное, что вам и в магазине скажут, что у Зелмера втулка пластиковая, поэтому там не рекомендуют перемалывать какие-то хрящи, там косточка, если попадется, ну может втулочка это лопнуть. Ну втулочку такую, если что, можно, конечно, приобрести в сервисном центре, можно заказать, приобрести и купить. Если, допустим, вы перемалываете много мяса, и может быть у вас там какие-то действительно попадаются вот такие вот косточки, или прожилочки, или что-то еще, может быть кому-то нужна помощнее мясорубка, но на данный момент, вот в таком бы случае, я взяла бы мясорубку Бош, срез севера. То есть это обратный ход, то есть если где-то что-то там застряло, забилось, обратный ход включили, обратно все это полезло, там достали что нужно, и опять, то есть там есть движение вперед, и движение назад. Вот мясорубки Бош мне тоже кажутся очень надежными, это то, что я знаю точно. За другие мясорубки я ничего сказать не могу, потому что я их не пробовала, и не тестировала, поэтому ничего другого не скажу. Это я просто доверяю технике Бош, я знаю, что это хорошая, очень техника проверенная, качественная, и вот Зелмер тоже, это польская компания, хотя они уже, так сказать, Бошам они продали свой бренд, так что сейчас на Зелмерах флаг немецкий нарисован, немецкое качество, потому что это уже все, так говорится, под крышей Боша все это делается. Все, девочки мои, на этом видео хочу свое закончить, я достаточно много уже вам наговорила тут, если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я буду с удовольствием читать, и с удовольствием буду отвечать. Ну, а на этом я хочу свое видео закончить, кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, ставьте колокольчик, чтобы что-нибудь не пропустить, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok